Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Мы рады приветствовать всех вас на волнах нашего студенческого радио за УФМ. Недавно я вычитал такую фразу «Все жалуются на недостаток денег, но никто не жалуется на недостаток ума». И тогда я понял, это действительно так. То есть, подожди, Даник, что здесь имел в виду автор? Автор хотел сказать то, что деньги, да, все думают о них, но то, чем эти деньги зарабатываются ум, об этом люди забывают. И это очень странно. Наверное, поэтому в Библии очень много внимания уделяется глупости. Ну, или, можно сказать, недостатку мудрости. Вот, например, в притче в 10 главе в 1 стихе говорится «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери». Или вот еще притчи 15-21 «Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямую дорогу». И вместе с нашим гостем, который появится в нашей студии буквально через несколько минут, мы обсудим этот важный вопрос. Но сначала прослушаем музыкальную композицию. Заходите на сайт нашего университета 3wzao.ru Кто это, сиящий как заря, прекрасней, чем луна, ярче, чем звезда? Это ты, любовь моя, привлеки меня, о, привлеки меня. Кто это, кто отбрет слезу с моих глаз? Иисус, только лишь твой взгляд, примчет меня. Влеки меня, любовь моя. Побежим, полетим Мы всегда будем вместе, через слезы, через радость Мы всегда будем вместе, побежим, полетим Мы всегда будем вместе, через слезы, через радость Мы всегда будем вместе, только вместе с тобой Только вместе с тобой Только сияющий как заря Прекрасней, чем луна Ярче, чем звезда Это ты, любовь моя Привлеки меня, о, привлеки меня Кто это, кто трет слезу С моих глаз, Иисус Только лишь твой взгляд Влечет меня, привлеки меня Любовь моя Побежим, полетим Мы всегда будем вместе Через слезы, через радость Мы всегда будем вместе Побежим, полетим Мы всегда будем вместе Только вместе с тобой Только вместе Только вместе Только вместе Мы всегда будем вместе Побежим, полетим Здравствуйте Добрый день И тема у нас сегодня очень необычная Сидели мы с командой за ОФМ И как-то размышляли Вот все говорят о мудрости Такая популярная тема А о глупости никто не говорит Несправедливо Так вот, сегодня мы будем говорить о глупости И тема называется «Я за глупость» И попытаемся ответить на Мне кажется, не очень легкие вопросы И начнем мы с Библии Вот я, когда читаю притчи Я часто сталкиваюсь со стихами Где говорится о глупости Например, лучше встретить человеку-медведицу Лишенную детей Нежели глупца с его глупостью Вот что вы думаете по этому поводу? Почему в Библии Достаточно много стихов Говорят о глупости? Не больше, чем о мудрости Но все-таки эта тема затрагивается Ну да, достаточно часто Я думаю, ребята, что Господь создал человека хорошим Он его создал без греха И он создал его умным, мудрым Но в Библии много говорится про грех Потому что эта проблема возникла И в Библии немало говорится о глупости Потому что и эта проблема возникла Поэтому я полагаю, что Библия Поскольку это правдивая книга Это жизненная книга Это реальная книга Реалистичная Да Она описывает просто то, что в мире Достаточно часто встречается Это не значит, что Библия призывает к глупости Но она констатирует факт И предостерегает Называет некоторые вещи своими именами Поэтому мы встречаем очень много стихов Очень много высказываний относительно глупости А почему именно в притчах так часто встречается это понятие? Или Гекклесиас тоже Ну автор-класс у нас один Ну притчи – это ведь книга, которая относится к разделу литературы премудрости То есть само по себе слово премудрости, оно говорит за себя Это литература, где ценностью, ориентиром, таким фокусом является поиск мудрости Ну а по методу, значит, пойми обратную сторону и выяснишь основную И затрагивается вопрос глупости Избеги мудрости и иди к глупости Или наоборот, избегай глупости и получишь мудрость Поэтому здесь две стороны одного и того же явления Интересно, в детстве, если я вспоминаю американские фильмы Голливуда Вот тех времен, часто встречалась такая картина юмористическая Стоит человек, у него на плече, значит, там ангел А на другом такой небольшой бес И вот они друг к другу спорят Есть ли в человеке у нас вот такая вот мудрая личность и глупая личность И если есть, то как часто она проявляется? Я думаю, что достаточно часто Я иногда замечал за собой такое, что Смотрю на себя в зеркало, и мне хочется смеяться от собственной Ну, простите, немудрости Иногда вот думаешь о каком-то своём поступке Как-то нелепо это всё выглядит Да, мы действительно находимся в ситуации, когда на нас влияет Влияют ценности, влияют какие-то стандарты Влияют люди, ситуации, идеи И мы подвержены, мы выбираем постоянно Постоянно присоединяемся либо к одному, либо к другому берегу И это может быть и берег глупости, и мудрости Вот вы в самом начале говорили, что Бог создал человека умным Как вы считаете, какие вопросы легче решить, обладая блестящим умом? А какие вопросы нельзя решить, обладая тоже блестящим умом своим? Получается, есть ли такие вопросы, в которых даже IQ за 200 не поможет? Да Думаю, да Потому что вот скажу очень субъективное мнение Но я бы далеко не поставил знак равенства между умным и мудрым человеком Только вот записал себе вопрос об этом Потому что можно много знать Можно обладать колоссальной памятью, информацией Но я бы охарактеризовал отсутствие глупости, то бишь мудрости Как умение разумно использовать ту информацию, применять её Скажем, умнейший человек может создать гениальное изобретение Которое в результате послужит там для уничтожения какой-то части человечества Это мудрость Я бы назвал это глупостью Потому что использовать силу атома, например, или силу генетики Для того, чтобы испохабить человечество Это глупо, на мой взгляд Но уметь разбираться в тонкостях ядерной физики Это обладание большим умом и большими знаниями Поэтому мудрость и глупость не прямо зависимы от знаний А может быть человек, быть человек умным, но при этом Точнее быть мудрым, но при этом не обладать силой ума Конечно Я встречал таких немало В Библии, помните, написано Посмотрите, братья, кто вы избранные Немного из вас мудрых Немного из вас знатных Вот в первом Коринфянам Но Бог избрал не мудрое, чтобы посрамить мудрое То есть понятие мудрости мира и понятие мудрости Бога Оно отличается И, например, простой человек Может быть не очень грамотный с точки зрения науки мира сего Он может обладать такой мудростью жизни Он может тебе, профессору, дать совет такой жизненный Но основанный на некотором опыте На понимании ценностей жизни Давайте поставим четкую грань между человеком мудрым и человеком умным Вот в чем различие? Мы начали об этом говорить, но вот четко в определении не дали Ну, если сказать, что умный человек – это тот, который обладает большим запасом знаний, информации По определенным предметам, явлениям, областям, жизни, науке и так далее Но мы отметили, что умение распоряжаться этой информацией правильно Вот это и есть мудрость Да, вот это как бы переводит нас в другую плоскость Насколько ты мудро, простите за тавтологию, мудро используешь то, что ты знаешь, то, чем ты обладаешь И насколько глупо Вот от этого зависит показатель твоей мудрости Хорошо То есть мудрость – это знание и умение правильно распорядиться своими знаниями То есть, как я поняла, человек, если мудрый, он будет и умным Получается так? Наверное, так По крайней мере, с точки зрения Бога, с точки зрения жизненного опыта, это именно так А вот как вы думаете, почему человек может обратить силу своего ума против того, кто даёт ему эту мудрость? То есть, против Бога Почему? Да Мне кажется, всем виной Да, мне вот вспоминается стата, её, по-моему, Эйнштейну приписывает Он говорил о том, что мне известны только две бесконечности Это Вселенная и глупость Но насчёт Вселенной я не уверен, говорил он Парадокс состоит в том, что грех необъясним по природе своей И глупость, которая сродни греху, она тоже не поддаётся логическому объяснению Почему человек поступает глупо? Потому что он глупый Почему он глупый? Потому что он не хочет научиться мудрости Почему он не хочет научиться мудрости? Вот это вопрос Получается, каждый человек может стать мудрым У него есть такая возможность Да Я бы даже сказал предрасположенности Все мы созданы по образу и подобию Божьему Да, зачаток мудрости в каждом из нас есть Друзья, у вас есть все шансы стать мудрыми Не сидите на месте, дерзайте Теперь, наконец-то, мы подошли к тому моменту, когда мы поговорим о безграничных возможностях нашего мозга Множество фильмов этому посвящено, я не знаю, там, анекдотов, комиксов о том, что наш мозг работает всего лишь на, ну, разные есть информации, на 3-4 процента У детей он больше работает Но там безграничная бездна возможностей Вот расскажите о том, какие возможности Господь заложил в наш мозг, в наш разум Все удивительные творения техники, которые мы сегодня видим, которые прогрессируют, появляются компьютерные изобретения, киберпродукты какие-то, телефоны различные Это все ведь продукт человеческого разума Человек создал компьютер, не наоборот И человек сегодня смотрит и говорит, о, это еще далеко не все, что может дальше Мы удивляемся, насколько быстро это прогрессирует Миллионы, миллиардные операции, которые там происходят в этом небольшом камушке То есть сравнивая это с человеком С человеческими возможностями Мы просто говорим, а насколько же больше человек может Если даже при своих 3-4 процентах он сумел создать вот это И говорит, что с этими же 4 процентами я еще больше могу создать Хо, а если будет там 40 процентов Ну, интересный факт А бывает такое? Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше А вот человек там реально крутой, умный, очень Может ли его ум стать его врагом? Конечно А каким образом? Ну, примеры Ну, вот именно так, если он станет глупым Есть такое выражение «Горе от ума» Есть такое произведение Ну да, если оттолкнуться, конечно, от классика «Горе от ума» Там проблема состояла как раз в другом Что этот человек был на голову выше всего своего окружения Он видел дальше и больше Поэтому Грибоедов он написал портрет Что в социальном аспекте «Горе от ума» Слишком много понимаешь Когда человек слишком много понимает, он слишком много переживает То есть гораздо проще просто равнодушное отношение Например, верующий человек Он смотрит на события жизни Он смотрит на людей, которые вокруг На их образ мышления И он переживает очень Ему это небезразлично Если бы он этого не знал Если бы он не был верующий Если бы он не знал Бога и не знал Библию Гораздо проще было То есть вот с позиции вот этой именно Горе от ума Здесь хорошее горе от ума Здесь переживание Горе о других людях Горе о том обществе, в котором мы живём От того, что они не понимают От того, что можно понимать И нужно было бы понимать Но есть ещё одно выражение Меньше знаешь, крепче спишь Получается, человек, который знает больше И понимает, что происходит вокруг Вплоть до глобальных процессов Или там процессов по твоим носам Он больше переживает Меньше новостей смотреть надо Я вообще в последнее время новости не смотрю Там один негатив А мне наоборот стало интересно смотреть новости А я недавно наткнулся на такую рубрику 15 советов, как стать глупым И там такие интересные вещи Которые основаны на каких-то Социальных или научных исследованиях Ну, к примеру, там Говорится, что если человек жуёт жвачку В это время там тормозится какая-то часть Это я тоже слышала Часть его мозга Люди, которые чрезмерно увлечены И любят смотреть реалити-шоу Реально становятся, простите Дом-два Кошмар И там вот можно набрать И почитать советы Как стать глупее Вот-вот давайте ещё немножко углубимся в этот вопрос Есть такой стих в Библии Начало мудрости страха Господень А что же такое начало глупости? Помимо звания жвачки Есть выражение в мире Страх потерял Вот человек, который потерял страх Божий Он стал на путь глупости Сказал безумец в сердце своём Нет Бога Это тоже из Священного Писания Отрицание Бога Неприятие Бога Это путь к глупости Это глупый путь по сути своей Поэтому мудрость В полном смысле слова С большой буквы мудрость Это личность самого Бога Мудрость содержится в Боге Бог является источником мудрости И Бог является самой мудростью Получается глупость Это отсутствие ума и мудрости Правильно? Отсутствие веры в Бога Это глупость Мы копнули ещё глубже Ещё глубже, да Хорошо, интересно Если Бога называют источником мудрости Многие могут сказать Тогда противоположность Богу Является противоположностью мудрости Является ли сатана источником глупости? Как вы думаете? Бесспорно Но ведь он был ангел И он довольно-таки смышлёный Это как раз и тот парадокс Который мы с вами говорили чуть раньше Что можно быть умным, но глупым То есть, может быть, методы, которые он избирает Очень-очень изощрённые и хитрые И продуманные Но, в общем, цель его существования И та позиция, которую он избрал Очень глупы Да А вы можете сейчас в эфире назвать Ну, прям, хотя бы 7 пунктов Как стать глупым? Вот вы начали Да, вы начали Да, как стать глупым Это, знаете, в детстве были вот эти вот вредные советы Хочешь, чтобы ребенок себя нормально вёл Скажи ему, он сделает наоборот Скажи, как стать непослушным Он будет послушным Вот по этому принципу давайте 7 способов стать глупым Мы станем мудрее Перестань так часто молиться Забудь, где находится твоя церковь Выбрось со своих книжных полок Библию Подружись с наркоманами И делай то же, что они Сколько уже там? Уже 4, половина пути пройдены И пока 80% связаны с Богом А они по большей части все связаны с Богом Ходи на пути нечестивых Не люби своих родителей Обзывай их И не уважай их И вообще перестань учиться Да, вот я только хотел сказать Скажите, что мы все в образовании Вы как И последнее, седьмое Не включай ЗОФМ Классно Правильно Мне вы нравитесь Друзья На этой необычной ноте Мы потихоньку будем подъехать к концу Потому что многое уже сказано И что тут можно добавить Последний пункт Все просто перечеркнул и подытожил И у нас есть добрая традиция, Света Да У нас каждый гость Оставляет какое-то пожелание Нашим радиослушателям У вас тоже есть такая возможность Конечно Друзья Я думаю, вы все правильно поняли Слушая нас Стремитесь всем сердцем К мудрости И любите ее И пусть она полюбит вас Всего вам доброго Спасибо вам Друзья, сегодня мы говорили О глупости мудрости О том, как же стать более мудрым И где источник всей мудрости Сделали простой И самый главный в жизни вывод Что источник мудрости в Боге Друзья, и нужно прибегать к нему И тогда вы станете мудрее А что может быть прекраснее? Помогал нам разбираться в этом вопросе Таранюк Жан Петрович Большое вам спасибо Спасибо До свидания Всего доброго Глупость и мудрость С такой же легкостью схватываются Как и заразные болезни Поэтому выбирай себе товарищей Это сказал Уильям Шекспир Надеюсь, следующая фраза Заставит вас задуматься Потому что она очень экстраординарна Глупость – дар божий Но не следует им злоупотреблять Отто фон Шенхаузен Бисмарк Бог наделил нас умом И Он хочет, чтобы мы использовали Его так, как надо Возможно, кто-то думает, что мудрость приходит с годами Да и нет С годами вы будете понимать больше Но настоящая мудрость дается Богом Будьте мудрыми И слушайте за УФМ С вами были ваши мудрые ведущие Даниил И Светлана Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наша передача на этом заканчивается Ждем ваши отзывы об этой программе Пишите нам по адресу 127 473 Москва Абонентский ящик 3 Христианская радиостанция Голос Надежды Адрес нашей веб-страницы в интернете www.golosnadежды.ru До свидания Господь да сохранит вас всех от зла Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok